Ну какие. Красота. Скоро раскроется. Все разломали, вакскубали, я бы сказала. Все, полная разруха. Как-то очень жалко. Все разрушено. Мы, конечно, в шоке. Все здесь рушит. Ну, сейчас пойдем посмотрим. Откуда не возьмись? Да мама и прошелся. Вот интересно. К удивлению, трудно сказать. Сейчас посмотрим. Ой, даже работает? Привет, друзья. Привет. Сегодня 8 января, погодка супер. Правда, сейчас какие-то тучки набежали. Мы вообще хотели поехать на пляж даже, позагорать. Не знаю, получится у нас это или нет. Но будет как будет. Посмотрим. Сейчас мы сидим во внутреннем дворе нашего дома. Да, за нами вот как раз находится наш дом. И сейчас, если вы хотите, мы немного можем показать свою территорию. И прокатимся по берегу моря, вдоль берега моря, в сторону Каргиджака. И посмотрим, там сломали кафешки, как в Махмутлари. Или там оставили их. Вот мы не знаем. Там потому что очень хороший пляж, вот который, где Конок. Там и кафешка хорошая, и прям ресторанчик есть. И переодевалки, и туалеты. И, в общем-то, жалко, если это все сломали. Да, вообще, там все новенькое было. Вот если сломали, то, конечно, жалко. А вообще, так интересно, ну, 8 января, а я смотрю, лимоны цветут. Вы знаете, как я только вот сейчас почувствовала, как они вкусно пахнут, эти цветы. Такой аромат стоит, просто не передать. Как будто жасмин или что-то такое. Очень приятный запах. Просто божественный. Сейчас, как будто, вот сегодняшний день, как будто бы весна. Да, даже как-то птички чирикают, и не поймешь вообще, что за время года такое. По ощущениям, обычная такая весна, где-то начало мая прям. Где-то так. А сейчас немножко покажем вам территорию, если хотите. А здесь у нас много комквата. Посмотрите, прямо гроздь висят. Обалдеть. Но он еще немножко недозревший. Тут есть желтенькие, а есть, которые еще хотят немножечко дозреть. Ну, вот такие. А лимонов-то тут у нас назрело. О, красота! Посмотрите только. Уже такие желтенькие висят. Красавчики такие. Ага. Прикольно. Вот там тоже два дерева с лимонами. Но там не такие еще, не созревшие. Здесь получше созрели, уже побыстрее. Здесь что-то никто их не собирает. Мы их тоже здесь не собирали ни разу. Потому что на рынке они очень дешевые. 4 лиры килограмм. А так красиво здесь висят. Но если будем делать гриль, то можно прямо свеженьки взять с дерева. Конечно. А вот скоро розочки будут свистеть. Будет красота. Вот одна прям уже красненькая, я вижу. Скоро раскроется. А здесь деревья инжира. И нам люди говорили, что даже инжир собирали. А сейчас их что-то так обскубали, я бы сказала. И я даже не знаю, что будет потом с ними. Но, наверное, листочки новые появятся. И будут новые плоды. А сейчас мы хотим прокатиться на великах. И наши велики стоят вот там, где такой синенький яркий чехольчик. Ну что, поехали? Поехали! Ну вот, друзья, мы удивлены. И вот он этот ресторан, который с павлинами. Может быть, вы здесь были. Вот только недавно здесь стояли стульчики, столы. Здесь кушали люди. Все, полная разруха. Посмотрите, что творится. Осталась какая-то бочка только. А павлины, кстати, гуляют. Вон они. Сейчас мы их покажем. Вот там вдалеке гуляют павлины. А здесь вот что творится. Все, что осталось от ресторана. Вот здесь была переодевалка с душами. Но начинают что-то, по-моему, строить. Вот уже по периметру выкладывают камни бордюрные. Положили арматуру. Вот сидит мужчина, что-то делает. А павлинчики ему помогают. Какие красавцы. Смотрите, распушился какой. Ах, красавец. Мировая. Мировая. Все тихо, спокойно. Все разломали вокруг, везде все. Но я спокоен, что все будет, значит, раз уже кто-то сидит и что-то делает. Значит, уже начали все восстанавливать. Ну вот так вот все разрушено. Да уж, как-то не весело. Ну, сейчас мы проедем дальше и посмотрим, что же там дальше. Там был еще один ресторан. Посмотрим, как там. Вот, мы сейчас поедем вот туда вот, где пляж Канак. И посмотрим. Людей там много. Я вижу, что много людей. А какая там обстановка. Сейчас сразу посмотрим. Вот тут тоже была кафешка совсем недавно, даже ресторанчик какой-то. И такое чувство, что прям заложили какие-то заряды и одним днем все это взорвали. Такая разруха, просто ужас какой-то. Ну, вот сейчас выглядит это, конечно, как-то очень жалко. Люди копаются, здесь собирают какие-то доски, остатки, пытаются что-то найти себе. Вот мы сейчас подъехали на пляж, который пляж Голд Сити. Тут была огромная стоянка автомобильная. Здесь были кафешки, переодевалки, раздевалки. Все здесь было. В общем, только недавно все здесь было в отличном состоянии. Сейчас детскую площадку вот сюда вот в угол сложили, все скинули. Вот так вот все выглядит. А вот тут, видимо, обосновался этот тракторист, который здесь, наверное, ночует. Вот он сидит тут. У него там какая-то лежанка сделана. Вот стоит этот тракторок, который все здесь рушит. Вот так вот выглядит пляж Голд Сити. Ну, вот здесь разрушили, я как бы понимаю. А вот с пальмочками могли бы, конечно, как-нибудь и поаккуратнее. Я думаю, что вот они теперь засохнут, и все. Пальмочки жалко. Мы, конечно, в шоке. Такое чувство, что, блин, просто после бомбежки. Все разнесли, пальмы выкорчевали, все деревья повырубали, все попереломано. Блин, вообще непонятно, что это такое. Армагеддон какой-то устроили. Такое ощущение, как будто бы какой-то массированный удар ракеты произошел. Да, вообще просто. Как так? Ну, вот я как-то еще могу понять, здесь сломали. Но мне вот больше всего интересно, как там Канак. Если там сломали, то это вообще удивительно, потому что там все было очень прилично, очень красиво. Такие туалеты шикарные. Ну, вот сейчас пойдем посмотрим. Вот тут был такой съезд на пляж. Тут парковочка была. А вот тут тоже были кафешки, рестораны, туалеты. Слушайте, мы просто в шоке. Это вообще как будто мамай прошел. Почему? Я не понимаю. Парковка-то кому помешала? То есть я... Ну, как-то непонятно, что здесь собираются вообще, планируют сделать. Потому что снесли все просто подчистую. Вот вообще ни одного живого места не осталось. И деревья, и парковки, и кафешки. Все полностью. Обалдеть. Как я не знаю, танк проехал. Ничего нет. Это странно очень. Потому что здесь были очень приличные туалеты. Здесь была очень приличная кафешка. Я понимаю, старая, но тут не было старым. Здесь было очень все красиво. И вот это удивительно. Удивительно. Почему? Может быть, здесь будет вообще что-то очень красивое? Я не знаю. Здесь будет город-сад. Ну, возможно. Но зачем деревья тогда все вырубать? Они же не вырастут так быстро. Очень странно. Нам вообще удивительно, через три месяца начнется сезон. Неужели за три месяца здесь все построится? Все кафешки, парковки, туалеты, душевые, переодевалки. Ну, все-все-все за три месяца. Вот интересно, посмотрим, будет что-то через три месяца или нет? Никакое-то будет. Но новые деревья точно не вырастут. Ну, наверное, привезут уже такие большие деревья, выращенные откуда-то. Ну, очень интересно. Позагорать нам особо не удалось. Немножко, наверное, часик позагорали, все. Потом поднялся сильный ветер, откуда ни возьмись. И все, и нам пришлось уехать. Лена поехала готовить ужин. А я хочу доехать сейчас вот туда вот, до Алании. И посмотрю сам и покажу вам, сломали там все или нет эти кафешки. Может быть, до самой Алании сломали. А может быть, в прошлый раз мы доехали только до Кестеля, и там было все сломано. Вот как дальше, в районе Оба и до самой Алании, я не знаю. Хочу сам доехать и посмотреть, и вам покажу. Я сейчас доехал до района Оба, и тут ничего не сломано, к удивлению. И там дальше видно, что стоит постройка, и она не сломана. То есть, значит, в Каргиджаке, в Ахмутларе, в Кестеле, в Тосмуре все сломано вплоть до речки Оба. И здесь все как бы еще стоит на месте. Сейчас я прокачусь немножко дальше и покажу вам. Хоть ветрище такое ужасное поднялся, вообще просто, просто сносит. Кстати, ребята, хотел вам показать. Все, кто живет в Алании, все знают. А кто не знает, смотрите, вот сзади меня стоит скамеечка. И вот она вот так вот хитро вырезана. Она раньше когда-то была нормальная скамейка. И вот это вот такие вот здесь антиковидные меры. И так вот испорчены практически все скамейки. Я не знаю, ковид-то, наверное, когда-нибудь кончится. Скамейки придется менять. Не знаю, поможет это или нет в борьбе с ковидом. Трудно сказать. Вот я уже практически до Алании доехал, чтобы убедиться, что все на месте, ничего не сломано. Вот, даже стоят души здесь. Сейчас посмотрим. Ой, даже работает. Ничего себе. Нормально. В общем, все кафешки здесь стоят. Ничего не сломано. Все работает, функционирует. То есть, значит, ровно до оба все сломано. А здесь все нормально, все работает. Вот даже душевая есть. Можно искупаться, обмыться и переодеться. А, видимо, там будет все новое. А тут, значит, будет все старое. Вот как-то так. Что вы думаете по поводу всей этой разрухи? Очень интересно. Пишите в комментариях. Не забывайте подписываться. Я буду с вами сегодня прощаться. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok